хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне мотысяк сергей евгеньевич мата мотысяк сергей евгеньевич какое возрождение 12 8 95 откуда сам родом челябинской области с деревни русская течь русская течь русская теча теча семья есть есть отец мой у самого семей нет один семья нет двое еще там младший брат сколько лет 11 12 исполнилось 5 января а сам кто контрактник нет мобилизованный мобилизованный а когда мобилизированный вот 4 октября 22 на какую позицию но то есть мобилизирован то стрелок пехота стрелок обычный стрелок какие войска вот и пехота когда пензели двадцать четвертого декабря месяц там годовщина ноябрь декабрь получается а где за хребу крым были в салатова потом под криминой то есть в зале под криминой потом под криминой серьезные такие хорошие бои прям замечательно очень много двухсотых старшую сторону трехсотых то есть сами же по своим же долгать ребятам то есть сами же по своим долгать сами же понимаете там мобилизованных собрали их обучали как на период времени но и что там получилось кто там бухал так ну кто там чем занимался то есть вообще жопа и в том плане что он даже не умеет этого делать но все равно идет то есть его назначили на эту должность он делает вот это не делаю стреляют как-то попадают по своим то есть даже не понимаем где кто находится я выдвигаюсь на позицию какая-то слово что такое картография об этом почему-то сейчас бывает то есть они даже не говорят где свои где чужие то есть тебя везут в одно место и ты понимаешь что тебя привезли ты даже не знаешь где ты находишься где твои там где свои где чужие и так далее то есть даже ничего не объясняет в плане того в плане того почему нас собирают для чего мы едем почему такой кипиш в стране именно проездка российской генерации именно из-за того что якобы здесь процветает нацизм процветает вся эта идиллия то есть мы приходим для того чтобы это все освободить и все это искоренить убрать это все как нам это все объясняют но в итоге когда мы сюда уже приехали пришли и мы все это видим там там по кому-то и стреляли там и так далее то есть но все все видят прекрасно что это не нацисты это обычные пацаны украинские тоже такие же молодые у которых есть семьи дети то есть мы были замешательства когда мы это все увидели у нас это было дико почему с нас ну с нашей стороны вроде бы такая необъятная страна там большая да там отхапали кусок как здесь ты уже понимаешь мы просто отжали эту землю грубо реально грубо и обычные украинские пацаны идут просто защищать потому что это не земля по сути почему мы прихапали так не могу понять для чего это было видимо для того ну для этого и было чтобы как-то почистить свой народ так скажем напрямую потому что ну иначе это не назвать лишь его столько людей созвали на войну именно мобилизировали кто там добровольцы и причем такая мотивация что здесь нацизм при этом знаю что в нацизм много кто не поддерживает и очень много россиян тут погибли уже только россиян как вот так вот а как вообще провел мобилизацию я освободился 2 сентября 22 года сидишь за что были статейки и тяжкие стрессные грабежи все такое сколько сколько сидел два года два по два два с 18 по 20 и из 20 по 22 между ними разбег буквально пару месяцев ну то есть там что там были грабежи и это и избиение да такого рода нет один там они это все по отдельности было то есть там были наркоманы там увидела команду взял его пересек то есть увидел там он раскидывается к лапке взял его пересек просто я простой деревенский а ты где вы себе это насилие на поселке нет это в челябинск конечно ты работал в челябинске да где-то там с отцом где-то один работал в шабашке нет ни шабашке были разного рода конторы то есть руки как бы из нужного места растут отец много чем он учил с детства поэтому не приходилось как-то искренность в крайность кидаться я немного не понимаю ты как бы там закладчиками что и те взяли да да в том плане что набил закладчика все поэтому посадили в итоге суд решил что он прав а я не прав почему потому что как судья выразилось но мы же не видим что он кидает в итоге я его нахлобучил заставил все это съесть то есть он все съел потом я отошел от него выгнал скорую скоро приехала его то есть успели подкачать так скажем то что он раскидывал я говорю жюри то есть я не знаю что это было потому что я как бы не употреблял этого для меня это не столь так важно что это было и так далее потом что он идет и кидает на детскую площадку то есть это были благородные побуждения в какой-то чудо как ну как еще но вы вот идете по улице там возле детской площадке там кто-то кидает ребенок подбежит съезд умерет от передоза взрослых там тоже есть такие личности деградирующие у нас тоже в украине это не секрет закладчики и так далее они все закладчики и не подкипать кем мусорами мусорами да но ты у тебя была как бы благородная идея что-то доказать в этой стране на не только что-то доказать поменьше всего потому что мы реально дух как мухи то есть наркотики это очень постоянно да ну конечно везде абсолютно хорошо понял отсидел в сентябре дальше что вышел да в сентябре 2 сентября вышел и побыл у отца в деревне месяц занимался домом как-то помогал ему по хозяйству помог хорошо в итоге приходит повестка являюсь военкомат ребята надо так надо потому что ну сами понимаете после теряги очень трудно найти какую-то работу и куда-то устроиться то есть просто обыденность такая ты вот выходишь и тебя абсолютно никуда не берут все потом прибыл военкомат сказали какого числа там туда-сюда убываем то есть перевезли там в чебаркуль там обучение было все сколько обещали платить ну как ходит информация по российской федерации всех источников сми и так далее там вконтакте то есть около 200 тысяч рублей ну тебе ничего не говорили когда мобилизировали говорили конечно что сколько обещали 200 200 но это большие деньги ну неплохие так скажем в поселке нельзя таких заработать только немного я немного знаю зарплаты в россии дал с многими людьми общался для поселка русская течь это бешеные деньги для для деревни это да но для города это как бы такая сумма которая а то есть матриа что говорить будет в назад отец поддерживал по тому как мы понимали батя просто прошел в афганистан вот мне он тоже было настроено эту чтобы идти потому что то чтобы как сосOh500 и те то что настроен что выступ зубов повестка перед scientist на офисках появится повестка повестка и так Но батя, как считает здесь, что верит в это все, нацисты и так далее? Нет, он относится нейтрально к этому всему. Как и большинство моих друзей и знакомых, они не поддерживают это все. Не поддерживают? Нет, не поддерживают это же. Вот, Сергей, смотрите, вы говорите, что большинство этого все не поддерживает, да? Но говорите, что да, где взяли под Кременной, да, вот все приезжали, тебя там думают воевать с нацизмом и так далее, вот большинство из которых. Да, ну там, как бы... Вы сами говорите, что, ну, вы пушечное мясо там, да, кто не смотрит, да, это все в расход. Нет никакой тактики, правильно я понимаю? Ну да, конечно. То есть это все идет, валит и так далее? Никакой тактики абсолютно нет. Тебя просто перевозят, вы сидите, потом просто на вас там набеги, 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 вы это все как бы отражаете, питаете, ну, потому что жить так хочется, сами понимаете. То есть, украинцы как говорили? Жестко. Они, то есть, жестко говорили, они никак, россияне, они не катают вату. То есть там понабрали реально именно мобилизацию. Ну, животных, серьезно. То есть большинство это алкаши, наркоманы там и так далее. То есть это вообще дичь полнейшая. Ну, реально. Все, то есть, а у них какая-то тактика, сложность выменного ВСУ. Они не идут как стадо баранов там, которые можно расстрелять там с любой точки и так далее. То есть это намного сложнее, видно, что эти люди, ну, их обучали. То есть они не катали вату, как большинство мобилизованных. Кто там бухал, кто там курил, кто там ширялся, ходил там. Ну, как-то так вот. Образование какое? Ну, среднее специальное. Какая специальность? Для автокрановщика. Это война для тебя? Это война для тебя? Или отставал? Это не война, мне кажется, это денификация народа просто и все. Это чистит народ. Какой? Да, с нашей стороны, мне кажется, больше. Потому что отправляют реально на убой. То есть пришли пацаны, их там как-то чему-то там... Ты сказал денификация народа? Да, да, да. Ты знаешь, что этот термин означен? Ну, как, типа кашевание народа, истребление народа. Этот термин Путин сказал, когда был во вторжении, началась большая война 24 февраля. Он сказал, что целью захода в Украину это демилитаризация, денацификация наций. Вот ты когда говоришь о денацификации россиян, это значит, что ты считаешь россиян нацистами, вот этот термин. И Путин денацифицирует нацистов россиян. Ну, потому что сейчас я здесь оказался, я понимаю, что с нашей стороны это идет просто, ну, реальная агрессия. То есть мы агрессивная страна вот в этом плане. Всем толкают там речи по телевизору, по тем же самым соцсетям, что мы делаем благое дело. Мы идем защитить детей, стариков, женщин от этого. Хотя приходим сюда, видим, что здесь этого нет, по сути. И обратно ты уже не пойдешь, потому что, как тебе говорят, либо ты, если ты отказываешься, тебя садят в тюрьму. А если ты идешь, то там либо план, либо пропал. То есть либо ты в плену, либо ты двухсотый. Все, другого не знаю. Смотрите, Сергей, вот такой концепторальный вопрос. Да, я много здесь разговаривал с людьми. Какие-то подстонки, наверное, я сделал. Большинство из них были россияне. Также украинцы, которые жили на неподконтрольных территориях. То есть вот сидел вагнер, ровился. Этому все пофиг. У него жизнь прикол. Типа он думает за свою шкуру, там никаких идей нет и так далее. Ему там сказали, что с костя в пять лет он пошел воевать. На другом вопросе. Например, если мы говорим о неподконтрольных людях, с неподконтрольных территорий в Украине, нас насильно заставили, мы сидели в окопе, никто не стрелял. Если мы говорим о мобилизированных, большинство из них говорит, ну то есть ты честно сказал, да, я пошел, надо так, надо. Родина сказала вперед. Я не знал, что здесь тоже люди, украинцы, они защищают свою страну и так далее. Вот как бы про зрение, как бы на камеры говорится одно. Некоторые возвращаются домой и снова, да, у нас здесь один сидел, так он вообще там телегу толкал, что его брал. Он нам на интервью говорит, что его брало ЗСУ, ВСУ украинское, а там он толкает телегу, что его брали нацисты, соседгали чиноба батальона. Ты такой смотришь, да, на это все, да. Вот здесь все как овечки такие бедные. И про зрение почему-то происходит в Украине. Вопрос к чему? У россиян нету критического мышления? Ну, там есть все, понимаете, там очень много структур, которые по приходу, сейчас мы вернемся, дай Бог, обратно, и там очень много структур, которые будут заинтересованы, что вы говорили, что вам говорили, какое было поведение и так далее. То есть все понимают прекрасно. Вы правильно говорите, что по приезду домой, как они возвращаются, они говорят совсем иначе, то есть совсем другое. Потому что их либо это принуждает говорить, скорее всего, как я думаю, либо они просто двуликие люди. Ну, по-другому, балабова. Никак иначе. Я очень хочу услышать ответ не только как украинский журналист, а просто как раздумин этой страны, как украинец. Более 100, как бы на украинские сайты, они всегда ведут подсчеты, основываясь на данных украинской Минобороны. Вот на сегодняшний день умерло более 122 тысяч россиян, то есть те, которые воюют за Россию, в Украине. Я спрашиваю, потому что я не нахожу ответа до сих пор, для себя скоро год будет полномасштабного вторжения. За что умеряете все люди? По чему-то велению, просто пошли и все, на войну. То есть... У меня... Ну, то есть... Смотри, две стороны, они за что-то воюют, да? Украинская сторона защищается. Защищается, конечно. Это независная, суверенная страна, да? Они защищают... Украинские высоты защищают свою землю, свой народ и свою страну. Другая сторона тоже за что-то воюют. За что-то, вот именно. За что-то... У меня вопрос. Я спрашиваю тебя, как человека, который воевал за эту сторону. За что умерли более 120 тысяч солдат? Ну, это, мне кажется, нужно спрашивать в общество, потому что... Я бы вам сейчас не сказал бы ради вам такого ответа. Ну, я попробую, как я еще раз повторюсь, там говорят нацизм, нацизм, нацизм. Идем спасать людей. То есть, ну, прям реально вот так, что мы идем освобождать это все. то есть, они этим и заряжены, все эти люди были. С другой стороны, все тоже не понимали, для чего это. То есть, мы оттяпали кусок, началась стычка, начался конфликт, война, прям реально война уже. Путин же везде во многих точках в мире пытался как-то, он прикрывался тем, что гуманитарий, якобы гуманитарий, он всем помогает вокруг. И с этой гуманитаркой он развивает широкомасштабные какие-нибудь боевые действия, в которых погибает масса людей, что с той стороны, что с этой. И смысл этого, ну, как будто просеивают просто народ. Реально просеивают народ. Зачем им вот, ну, именно вот, Луганская, Донецкая, Харьковская? Я же раз прошу, ой, Харьковская. Донецкая, Луганская? Да. Зачем? Зачем Хрым России? Да я не могу вам сказать, не могу вам ответить на вопрос. Ты говоришь о нацистах, Когда я еще, мы зайдемся к этому вопросу, в начале вторжения он сделал обращение к россиянам, и он сказал, что целью СВО это демоцификация и демилитаризация. Потом это все начало эволюционировать, да, дошло до, там, да вообще до маразма, что до этого, Гундяева, он сказал, да, Кирилл, он сказал, а какой-то где сатанизации вообще? И так далее, но уже как бы демоцификации, СУС, как бы Путина не слышно было. Ну ты же смотришь за новостями, да, в последние месяцы это уже все не говорится. И поэтому украинцы хотят понять, за что воюют россияне, мобилизированные, ЧВКшники, контрактники, добровольцы. И что они здесь не знают? То, что российская сторона думает, все пацаны, они думают, что они делают благое дело. Они по сути не задумываются своей, когда уже ты сидишь на позиции, когда ты понимаешь, что тебя кинули, что твои военачальники, которые говорили, мы вас будем каждый день там ездить по ладам, ну там, смотреть, чтобы у вас все было, их просто нет. Нет ни еды, то есть ни снабжения, боекомплекта, ни воды там даже, таких вот обыденностей. То есть они просто тебя привезли, кинули и все. И ты потом начинаешь догонять, что ты реально как мясо. Ты приехал сюда в роли мяса, ни более, ни менее. И когда начинается стычка в тебе, как у пацаны многие говорят, что да, они там ни в кого не стреляли и так далее. Да, мне кажется, все стреляли, потому что жить-то хочется, тебе на автопилоте играть с тем, что надо пошмалять, потому что по тебе долбят. У тебя как бы есть там маленько, ты там начинаешь, ну ты конечно будешь стрелять. А по вас долбили сами же артой? Да, там было все, там были и танки, и артиллерия, и пацаны были, а то есть свои же, да? Нет, там именно с ВСУ стороны там было все. А как показывают у нас в СМИ, там летают самолеты, вертолеты, этого ничего нет. То есть тебя никто не прикрывает, и ты это прекрасно понимаешь, ты даже не понимаешь, какую сторону если что отступать. Ладно, по сути нельзя сдавать позицию, но когда уже ну считайте придавили, что ты будешь там? Герою храбрых померешься, но это не та война, это вообще не та война. То есть большинство российских они умерли именно по артиллерии, из артиллерии, то есть танки, артиллерии, минометы. То есть все это прекрасно понимают, что это война идет, она чисто артиллерийская. коптеров летает именно с ВСУ стороны, то есть контроль от неба там 24 на 7, то есть тебе даже не дают высунуться, ты не успеваешь это сделать. Ты знаешь, что украинские народы очень помогают армии? Да, мы здесь нам показывают информационную программу. Как бы весь народ сбрасывается деньгами, все. И на коптера, и на гуманитарку, то есть все это видим каждый день. сейчас собирают сотни миллионов гривен на шавке. Мы вот собираем. Какие нацисты? А россияне не понимают от того, что украинцы не хотят России здесь? У них этого понимания нет? пока они сюда не перейдут, они этого не поймут. Хорошо, Сергей, вопрос. Ты говоришь о каком-то бывом деле, да? Война рано или поздно закончится? Да. Да. Украина не падет, это уже понятно. Потому что весь мир помогает, народ сполчен, как никогда. и хочет, чтобы Россия и россияне убрались отсюда. Несмотря на то, что мозги у россиян забиты каким-то благим делом, мы говорим о народе, да? О 140 миллионах. Они же виноваты все равно будут. Ну, конечно. Потому что рано или поздно после того, когда закончится СВО, у нас специальная военная действия, все равно рано или поздно всплывет там правда, почему столько народа, сколько народа умерло. Это все всплывет, и всплывет то, что тут не было по сути нацизма никакого. Я не понимаю, какую цель преследует именно президент Российской Федерации, почему столько народа именно управляют реально на убой. Для чего? Зачем? С какой целью? Мы сейчас не говорим о Путине. Не, я понимаю, о чем я говорю. Мы говорим о россиянах. Мы говорим о россиянах. Потому что россияне поддерживают Путина. В этом все. Убийство другого народа. И то, что они думают, что это богое дело, это не снимает с них вины то, что они здесь делают. Как сделать так, чтобы прозреть не в окопе, а там? Чтобы люди смотрели просто в СМИ это не покажут. Потому что в СМИ мы говорим о федеральных каналах. Ну вот. Чтобы люди хотя бы смотрели какие-то, не знаю, как сейчас это интервью и так далее, чтобы как-то понимали, хоть какое-то понимание было, осознание того, что в действительности происходит, а не ду пелену, которую им показывают. То есть он только атаки больше никак, потому что до людей никак не встречится. Не знаю. Хочешь сказать, что там конец? Да. Я соболезную нашим семьям. Кто-то был отцом, кто-то дедом, кто-то мужем. в этой всей неразберихи. То, что как бы, ну, я знаю даже. В российскую сторону что я могу сказать? Ну, это бред. Как это еще называется? Ну, реально бред. Всем украинцам только терпение ну и прощение просить на то, что приехал сюда с оружием. на вашу землю. Потому что это, по сути, ваша земля никак не наша. То есть что мы видим, у кого-то якобы освобождать, это тоже бредятина. Как это все остановить, это тоже неизвестно даже. А если вам что-то хочешь сказать? Хватит идти на эту войну, хватит быть мясом, хватит быть трехсотами, двусотами лежать в окопах, потому что даже лежат в окопах пацаны, их никто не забирает. Они также лежат и гнеют на всех позициях, которые мы там проходили, они просто лежат и гнеют, их никто не забирает. А в СУ они всех забирают пацанов. Будь там двухсот, там трехсот, потому что даже трехсот их наши оставляют. Они лежат, орут, а в итоге ничего. У нас же была такая ситуация, какая-то была стычка в лесу между разведчиками. В итоге разведосы наши убежали, а разведчики ВСУ остались на месте. Потом мы через неделю пошли за этим пацаном и видим, что он весь перемотанный. То есть ВСУ сняли с него броник и пытались его как-то откачать. Пытались ему спасти жили. В итоге оно не получилось. Но они пытались в этом суть. То есть как наши поступают с военопленными, именно не только с военопленными, с ранеными и так далее. И как поступает ваша сторона. То есть это вообще две разные вещи. То есть что там творят и что здесь делают.